Всем привет! Сегодня смотрим события месяца апреля. Что вас ожидает? К чему готовиться? Давайте смотреть! Ну, здесь кому-то нужен будет совет, да, будут какие-то затруднения, какая-то затруднительная ситуация, и вам нужно будет спросить совета. Касается она отношений, да, личной жизни, карты, любовь. Будете консультироваться с кем-то. Ну, проверьте, конечно, чтобы этому человеку можно было доверять свои какие-то проблемы, да. И вы получите мудрый совет, да, здесь как карта наставник идет, то есть вы получите мудрые наставления, хороший совет. Вот в апреле будет с кем-то у вас разговор, общение по поводу каких-то полнующих вас ситуаций, касающихся личной жизни. И человек даст вам грамотный совет. Вы будете думать, что все, крушение ваших планов, что все потеряно, что уже назад пути нет, вот будете как-то слишком усугублять ситуацию, да. Да, будет, может быть, непросто, но не все так плохо, как будет вам казаться, да. И человек, вот некий человек покажет вам, женщина, вот брюнетка идет, какая-то подруга, может быть, сестра, мама, кто-то, покажет вам совершенно другую сторону вашей истории. И вы поймете, что не все так ужасно, что не стоит утрировать, не стоит усугублять. Вот здесь женщина, женщина вам поможет, прям вот мудрый совет дает. Хорошо, давайте посмотрим. Да, и у вас, видите, налаживается ваша ситуация. Вы будете спрашивать совета, карта консультант выходит, потому что вы сами будете, ну, не в состоянии, да, найти выход. Будете на эмоциях слишком. Будете слишком утрировать ситуацию, просто вам нужно, вот, чтобы кто-то со стороны посмотрел на это, и вам помогут действительно. Давайте посмотрим еще, какое событие. Мужчина здесь у нас. Мужчина идет. У меня брюнет идет, но не важно, да, расклад общий. Вот ситуация будет касаться отношений. Вот что-то вы будете в апреле прояснять, выяснять, что-то вас будет волновать, вот, именно касательно отношений с мужчиной. Ну, то, что вы совет мудрый получите, да, это я уже сказала. Здесь какая-то сложная ситуация, вы как в ловушке. То ли вы, то ли он, то ли вы оба в какой-то ситуации, которая сегодня кажется вам безвыходной. И вот вы будете эту ситуацию прояснять, пытаться, значит, как-то что-то менять. Да, будете на эмоциях, будете немножечко так остро воспринимать какие-то моменты. Но здесь совет карт не нужно, да. Ситуация, конечно, непростая, повторюсь, но не настолько, чтобы так остро реагировать на нее. Прислушайтесь к совету женщины, она вам, она как будто вот в гости к вам приходит, или вы к ней. И вот понимать, что вы на взводе, да, что вы вот, ну, не в состоянии справиться со своим эмоциональным состоянием. И она дает вам мудрый совет, вот такой момент здесь есть. И для вас заканчивается эта ситуация успешно. Даже, может быть, не то, что заканчивается. А вы понимаете, что не все так плохо, что очень многое зависит от ваших действий, от того, как вы воспринимаете все это. И вы успокоитесь, да, вас успокоит какая-то история. Вот через разговор, через общение вы успокаиваетесь. Что там за мужчина у нас? Ну, там, мужчина вас как-то, не знаю, не то, чтобы разозлит, вот каким-то своим поведением покажет, что... Вот вы не ожидали такого действия, вот какое-то действие от мужчины в вашу сторону, да. Вы не ожидаете. Вы понимаете, что для того, чтобы вам теперь выйти из этой ситуации, вам нужно открывать клетку. А клетку открыть, ну, не так просто. Тут за мужчину какого-то вы будете решать проблему. Вот как будто мужчина приносит с собой какую-то проблему. Вот он, карта консультанта. Он приходит за советом, с какой-то проблемой к вам. Я не знаю, может быть, просто его визит сам по себе для вас становится проблемой. И что мне теперь делать? Вот ждала-ждала, и тут он появляется. И что же мне теперь делать? Вы не понимаете, что вам делать? Вот радоваться или переживать, или, не знаю, или вот такое двойственное у вас какое-то внутреннее будет ощущение, такой внутренний раздраив. Вы и рады этому человеку, потому что вы с ним связывали определенные надежды. Ожидали его, скорее всего. Но когда он появляется, вдруг вы понимаете, что с ним тоже пришла какая-то проблема в вашу жизнь. Пока его не было, как-то было все более-менее стабильно и спокойно. С чем приходит этот человек в вашу жизнь? Ну, он приходит к вам, вот видите, с каким, с горячим сердцем. Он расположен к вам. Он желает завязать с вами контакт. Вы ему по сердцу. Вот вы для сердца женщина. Он считает так. Вы ему нравитесь. Можно сказать, что он вас любит по этой карте. Это сердечное тепло. Но здесь может какие-то денежки предлагать. Но вы нравитесь человеку, и он хочет показать, что у него есть какая-то стабильность. Что-то есть, что его делает, скажем так, таким настоящим мужчиной, который может в этой жизни женщине предложить хороший материальный достаток. Но у него были потери денежные, однозначно. Вот он вам, может быть, об этом и не расскажет, скорее всего. Да, не расскажет. Ну, видите, как нежные какие-то слова будут говорить, комплименты. Вот что-то будет делать так, чтобы вы меньше спрашивали. Вот не хочет он распространяться о тех неприятностях, которые у него в жизни были. Но, повторюсь, здесь финансовые проблемы. Денежные потери идут. Карта денег и карта потерь. Вот. К вам человек относится замечательно, я бы так сказала. Да, он привязан. Сердечная привязанность есть тут к вам, да. Прекраснейшие карты выходят. Я не вижу здесь вот страстной любви. Просто здесь какая-то взрослая такая вот любовь. Человек понимает, что вы нужны ему как женщине. Он хочет быть с вами. Он хочет вам обеспечить достойную жизнь. Ну, вот такой мужчина здесь у меня идет. Но, знаете, как говорить будет. Вот. Смотри, у меня были задержки, да. Вот были препятствия. Были какие-то неприятности. Ну, я преодолел, я смог, я же пришел, да. Вот. Встречай меня. А вы что-то, ну, так немножко как-то от неожиданности, что ли, будете требовать объяснений. Может быть, как-то немножечко так даже нервничать, агрессировать с его стороны. Да, у вас какие-то претензии к чему-то сделать так, а не иначе. Ты же по карте солдат, да. Ты же обещал совершенно другое. Мы же говорили с тобой о другом. Почему ты все повернул вот так, да. Вот такой момент. О каких-то препятствиях будете говорить. Ну, вы потребуете все равно объяснений, да. Вы же такая женщина, которая хочет ясности, да. Хочет именно вот понимать, в чем дело, да. Но вы скажете так, вот. Хочешь победить ситуацию, да. Если мы хотим быть вместе, давай будем открыты друг с другом, да. Давай сделаем так, чтобы между нами не было никаких преград в виде тайн. Говори все на чистоту, да. Вот здесь вы потребуете именно объяснений, именно серьезного разговора. Потому что вы не видите другого выхода. Вам нужна прозрачность в отношениях. Вы не хотите всяких там тайн и за спиной интриг и так далее. Получаете вы какую-то информацию, какое-то сообщение, значит, здесь. Да, и вы не знаете, что с этим делать, да. И вы обращаетесь, я так понимаю, к брюнетке за помощью, за советом. Да, расскажи, вот, что мне теперь делать, подскажи мне, помоги, как вот он появился, да. И как мне с этим дальше быть. Ну, и она вам, конечно, поможет, да. Как я уже говорила, женщина расположена к вам, она желает вам добра. Она, конечно, вам поможет, чем сможет. Ну, вот такой у нас момент появления мужчины идет. Какие-то разговоры начнутся за вашей спиной. Люди думают, что вы хотите каких-то бумаг. Я не знаю, два человека здесь. Может быть, и больше, конечно, но вот здесь идет карта, где два человека рассуждают, разговаривают о каких-то вот бумагах. И о вас, речь о вас. То ли вы каких-то бумаг хотите. Не знаю, чего-то вы вот хотите получить, что ли. Может, недвижимость какую-то. Вот о вас, значит, за вашей спиной ведутся какие-то разговоры. Опять карта разговоров, переговоров. Вот то ли на мужчину кто-то влияет. Видите, женщина прям указывает ему там. Смотри там с ней, будь осторожен. Это все за вашей спиной. Блондинка. Блондинка, женщина. Женщина, которая почему-то имеет возможность влиять на мужчину, на этого. Видите, она как смотрит на него. А он молчит. Она ему там что-то рассказывает, а он соглашается со всем. Потому что, ну, видимо, эта женщина достаточно авторитетная. Такая позитивная с виду, знаете. Женщина-праздник. Ну, она играет роль, да, здесь маски все-таки. На карте маски. То есть она надевает маску, она играет роль какой-то такой позитивной общительной дамы. На самом деле она влияет на мужчину. Она ему, она достаточно агрессивная по своей природе. Она человек, который любит, когда ей подчиняются. И она, вот эти мужчине там что-то говорит, наговаривает что-то там за вашей спиной. Предупреждает о чем-то. Вот как-то считает нужным уберечь его от вас. Расстроена она будет, эта женщина, тем, что мужчина к вам возвращается. Он ставит точку, видите, он все равно по-своему поступит. Как-то он провернет эту ситуацию. Он сделает так, что вернется к вам. Вот путь к вам закрывала какая-то женщина. Но он делает так через какие-то пути. Вот идет обходными путями, да, что-то придумывает. Как-то изворачивается. И он ставит точку где-то. Делает по-своему, потому что желает быть с вами. К вам есть чувства, к вам есть желание, к вам стремление. В общем, этот человек однозначно в апреле появится. Не могу сказать, что здесь будет прям восстановление отношений. Но человек проявится, он как-то даст о себе знать. Он захочет поговорить, пообщаться с вами. В конце концов, просто узнать, как у вас дела. А вы сразу потребуете объяснений. Давайте совет вам спросим. Как вам вести себя в сложившейся ситуации? Что нам скажет цыганский оракул? Как вам себя вести? Советую вам. А вы не ждете нового начала. У вас глаза завязаны. Вы надежду уже всякую потеряли. На новое начало, в общем-то. И вы заняты заработком, деньгами. Да, вот за вашу спину деньги. Работа, деньги, бизнес, что-то. У каждого будет своё. Вы ушли в эту область, можно сказать, с головой. И у вас то ли откроются, то ли уже открываются хорошие возможности финансовые. Заработка, да, вот ларочка открывается. Вы идёте, в общем-то, к такой стабильной, устойчивой ситуации финансовой именно в своей жизни. К стабильности идёте, к прочности. Ну, так. То есть вы как-то заняты деньгами, вы вообще не ждёте даже этого мужчину. Там что, он женат, может быть? Ну, он может быть в отношениях, да? Женат, либо в отношениях расклад общий. Он, скорее всего, не один. Есть женщина, но он её, видите, как использует. Он хочет получить от неё вот по максимуму. Какой-то сюрприз, какой-то, значит, там прибыль, какой-то улов. Вот он тянет на себя какое-то одеяло. От этой женщины он желает что-то получить, а потом поставить с ней точку. Карта смерти. Вот такой человек. Так, планы на вас у него всё-таки. Давайте посмотрим. Планы на вас. Ну, как-то правильно подойти. Он обдумывает, обдумывает ситуацию. Видите, как идёт, идёт человек к вам, обдумывает удачу. Карта священник, карта мыслитель, карта удачи. Священник, карта мудрости. Да, он, возможно, спрашивает у кого-то совет. Вот как сделать так, чтобы она меня приняла? Потому что после случившегося, ну, вы явно его не ожидаете. Ну, или ожидаете, но ему этого не показываете. Вот. И он хочет исправить ситуацию с вами, да? Он думает, он с кем-то советуется. Он, может, тут голову сломал. Что? Что сделать такого, чтобы вновь быть с вами? Вот. Так, что здесь у него ещё? Вот, видите, романтические чувства у него к вам. Думает о вас, стремится к вам. Вы чуть ли не снитесь человеку. Да, но он раздумывает всё-таки над тем, как правильно это сделать. Вот правильно нужно поступить, потому что он понимает, что он вас теряет навсегда. В его пространстве жизненном. Что в пространстве? Делает вид, что праздник. Как вы видите, что? Карта комната, да? Карта комната. Это его пространство. Это его внутренний мир. Там, значит, праздник в глубине души тоска. Человек однозначно играет роль, что у него всё прекрасно, всё хорошо. Вы где-то в соцсетях можете наблюдать такую картину, да, что у него всё хорошо, где он улыбается, где он там кайфует. Но внутри у него глубокая тоска, разочарование. Его не устраивает положение дел в его жизни. Ему не хватает душевного тепла. Совет вам всё-таки, да, совет вам. Ну, окажите ему услугу какую-то. Попросит он у вас что-то. Предложит что-то. Пойдите на контакт. Ну, вы же женщина, вы мудрая. Видите, он приходит внезапно. Внезапно он желает вот как-то, хоть как-то завязать с вами контакт. Прошлое для вас воскресает. Вот идёт он к вам навстречу и за ручку захочет вас взять. И может и ручку поцеловать и комплимент сказать. Доброе словцо такое, потому что чувство есть. Здесь очень похоже на то, что где-то, находясь где-то, человек осознал, человек понял, что вы та самая женщина, с которой хочет быть, да. Видите, будучи на цепи где-то, в какой-то тюрьме, в каких-то рамках, в какой-то ситуации, где вот он был буквально обложен какими-то обязательствами, рамками, ситуация, где на него возложены были какие-то обязательства. Вот там он понял, он многое осознал. Он думал, он размышлял. Пожалуйста, он думает, размышляет. Он смотрит вдаль, и он понимает, что та женщина, которая где-то там, на расстоянии, да, вот здесь облака, это его мысли, это его мысленный полёт туда, где любовь, да, где розы. Вот здесь, туда, где было хорошо. Он определяется, потому что ему плохо без этой женщины, да. Где-то на расстоянии он понимает, что нет, я без неё не могу. Эта женщина меня наполняет. Хотя у него жизнь достаточно стабильная сейчас. Там всё как-то правильно, да, солдат. Это правильные отношения, да, если он там женат, например. У него всё прекрасно. У него есть рядом женщина, женщина, семья, скорее всего, ну, либо просто отношения, но у него мысли о другой женщине. И у него мысли написать, да, написать вот этой возлюбленной даме и рассказать о своих чувствах как-то, вот, да. Он хочет с ней стабильность, с этой женщиной. Совет вам. Ну, это ваша радость, это ваше счастье. Вот человек возвращается, это ваше счастье. Вы будете думать, что он пришёл искать удовольствие, я не знаю, лёгкого интима с вами. Вот как-то так вот встретите его, да, скажете, что, что, догадываюсь, зачем пришёл, вот, когда сообщение получите от него, то ли звонок, то ли смс, то ли через интернет что-то, да, какую-то информацию он вам пришлёт, да, вот, и вы подумаете, наверное, хочет интима, да, вот, хочет интимной встречи. Вот, но цель его прихода будет другая. Он идёт уставший, это долгий путь, да, он прошёл какой-то долгий путь. Я повторюсь, человек находился в какой-то тюрьме, в каких-то стеснённых рамках, да, ему там было не так просто, но он хочет любви, он хочет лёгкости, но интима в том числе. В том числе, ну, там коммерческие какие-то вопросы он решал, да, коммерческие вопросы с женщиной. Опять идёт женщина. Вот как будто она требует что-то с него, и, в общем, принесла ему немало неприятностей эта дама. Вот он идёт, сам мужчина у нас. И давайте посмотрим, на что он смотрит. Он смотрит на конец той ситуации, в которой сегодня находится карта пожара. Он сжечь хочет дотла вообще всё, что было, забыть о том кошмаре, который ему пришлось пережить. Который ему пришлось пережить. Глубокое отчаяние, глубокая трансформация. Но ведь ему там непросто было. Ему там непросто. Тоска, печаль, длительный период. Длительный период стагнации, скажем так, когда в его жизни практически ничего не менялось, ничего не двигалось вперёд. Неприятности, дестабилизация какая-то. Здесь связано всё с документами. Не знаю, подтасовка документов. Может быть, карта фальшивая персона и письмо. Всё началось, возможно, с подтасовки документов. Но это уже раскрытие ситуации, конечно, идёт. Той, в которой он оказался. Понимаете, почему он в отношениях оказался с той женщиной. Здесь просто с карты так говорят. Краткая информация о том, что он как в клетке оказался. Видите, отношения те, в которых он сейчас находится. Там брак или что там. Это клетка. Это клетка, в которую он попал через документы. Обещали ему какой-то успех, что-то там наобещали, но в итоге он понял, что это для него клетка. Золотая, но тем не менее клетка. Всё-таки советую вам открывать эту клетку, помогать ему оттуда выбираться. Это ваша судьба. Это ваша судьба. Вот это человек, который, можно сказать, что дан вам свыше. Забирайте его. Вот он к вам приходит. Это ваш успех. Там какой-то обман. Если хотите, проясняйте ситуацию. Я же говорю, там с документами какая-то подтасовка была. Кто-то, кто-то, значит, всё это провернул. И отсюда все неприятности у этого мужчины и, соответственно, у вас тоже. Поэтому немножечко прячьте эмоции. Не агрессируйте на человека, на мужчину. Он тоже прошёл очень сложный путь. Вот так скажу. Ну, вот такой расклад. По итогу. По итогу всё равно встреча, всё равно нежные слова, нежные там поцелуйчики, да, вот такое вот нежное отношение. Вот так. Надеюсь, кому-то информация была полезной. Ожидайте мужчину в апреле. Вот человек выходит из какой-то сложной истории, понимая, да, уже осознавая то, что вы нужны, вы важны, вы женщина, с которой он хотел бы. Дальше быть. Спасибо за внимание. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего, удачи, разрешения ваших проблем и жду вас в следующих раскладах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok